Допустим, мне было очень странно слышать, вот, из уст, и очень приятно слышать из уст молодого человека о том, что вот вы себя ощущаете, допустим, ну, патриотом. Это очень, это не в тренде, так скажем, в богемной среде и в вашей возрастной группе. Это стремление, как бы, вот делать что-то не так, как все, или это какая-то другая мотивация? Знаете, каждый человек будет говорить о том, что он хочет делать что-то не так, как все. Это очень такое стало популярное философское течение, такое, как вы выразили, стренд. Нужно просто делать то, что ты хочешь, то, что тебе нравится, и то, чего ты получаешь удовольствие. По поводу времени, вот вы говорите, что есть люди, которые говорят, что у них много свободного времени. Кто запрещает человеку свое время занимать чем-то, чтобы тебя развивало, улучшало? Да, возможно, у тебя сейчас нет работы. Иди занимайся вокалом, танцами. Например, я очень люблю танцевать. Помимо всего того, что в моей жизни происходит, я стараюсь уделять и танцам очень большое внимание. К счастью, к счастью, в Московском губерненском театре у нас... А вы можете вот такой сейчас прям продемонстрировать? Вот так вот, просто, чтобы... И звук вылетел. Ничего страшного бывает? Это нормальный, это живой пластический момент, как я говорю. А мы слышим по-прежнему, Александра, звук на месте. Вот это профессионализм. Вот, на самом деле, самая живость Москвы 24. 24 часа в сутки. Абсолютная, абсолютная живость. Здорово. Я вот, на самом деле, я даже не знаю, кому здесь аплодировать, потому что я так понимаю, что... Я думаю, что здесь, на самом деле, аплодисмент, конечно, Саша, потому что я-то это тоже обожал всегда, когда сразу, сходу, когда тебя просят, так меня отец всегда учил. А когда ты, допустим, тебя просят, а ты... Ну, я не знаю, я сейчас не готов, я... Ну, я не готов. Ты не артист. Ты должен сразу быть готовым. И везде, в кино, на самом деле, когда просят тебя сразу. Ну, как? Артист — это понятие действительно сразу, движение, акт, действие. Поэтому я не знаю, я растерялся. Нет, не всегда экспромт. Ведь есть же такого рода актеры, которые, ну, вот, условно говоря, ну, как это, режиссерские называются, которые вот ждут установки и выполняют. Я, насколько понимаю... Стилизуй меня Мерхольд, понятно, есть такая замечательная фраза. Да, да, сел он напротив режиссера, ну, давай, предлагай. Ну, что значит, предлагай? Я так понимаю, что этот худрук, вот он так, типа, делайте, что хотите, а я оценю, да? Нет, 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 нет. Я этот вопрос был, кстати, Александру, насчет худрука. Ну, ну, вы что, нет. Самый, по мне, правильный художественный руководитель — это человек, который во все процессы вовлечен. Сергей Витальевич вовлечен нас во все процессы. Он приходит к нам на танцевальные репетиции, спектакль, о котором мы пока не будем говорить. Да. В общем, поэтому... Интересно, ребята двигаются, конечно. Ну, сами понятны, у них подготовка хорошая, вот, но тем не менее. Интересно. Ну, мы потом встретимся, еще поговорим уже о следующем спектакле. Я надеюсь. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. 24.